«Пути творчества» — выставка, которая открыта в музейно-выставочном комплексе «Люберец». Автор, член Союза художников Подмосковья Роман Железкин, который работает в жанре промышленный пейзаж. С этим направлением живописи познакомились мои коллеги. Персональная выставка «Пути творчества» — некий итог работы художника. По словам Романа Железкина, когда проектировал экспозицию, то хотел показать путь, который преодолел. В зале представлено лучшее, что создал за последние 15 лет. Мне когда-то показалось интересным показать зрителю не просто пейзаж, хотя наша природа прекрасна, но еще и та рукотворная природа нашего мира, заводы, города, фабрики. Промышленный пейзаж — жанр, который преобладает в творчестве художника. Мосты, корпуса и трубы фабрик и заводов, цеха, люди труда и лозунги — главные элементы в полотнах Железкина. В его картинах есть вот эта эстетика свинцового неба, причем даже в обычных пейзажах, не только в промышленных металлогических заводах, которые он здесь показывает и представляет, но и в принципе в его работах, которые он показывает, очень легко войти в композицию картины и почувствовать себя частью происходящего на ней. Среди посетителей выставки учащиеся Московского государственного педагогического университета. Конечно, не случайно. Роман Железкин преподает в УЗИ. Студентка Сюэ родом из Китая, живет в городе Чэнду, в провинции Сычуань. Я приехала на выставку преподавателя. Это преподаватель живописи. Мне очень нравится. Я в восторге. С жанром, в котором будет работать, художник определился после поездки по каналу имени Москвы. Вдохновили промышленные пейзажи малых городов, расположенных вдоль него – Углича, Мышкина, Плеса. Я думаю, это очень хорошая выставка. Я смотрю, очень красивый пейзаж. И мне очень нравится его, пройдет гордина. Роман Железкин постарался оформить выставку в едином с точки зрения эмоциональности и цветового оформления стиля. Поэтому она может показаться мрачноватой. Но, по мнению художника, яркость не всегда олицетворяет радость, а темные тона – негатив. Очень много, скажем, идей из образности, попыток передать образность в своих работах мне дали иконы. То есть наша русская икона, это ее духовное наполнение, духовный смысл. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.